Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш Телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла, после просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Ээээ, что, приступаем? Трек первой, Рокки. Я! Сейчас будет круто, но, скорее всего. Ага. Я! Я думал, чтобы намутить сначала, чтобы не вяло было и не сразу на 100 баллов било, заманила зала, не попрезговал и срезал нагло сэмпл, потом поднял темпа по старой схемке, добавил сверху бит, снэрт, дик, сиплый хэп, сфер бит. Я не склеп, и не стрит, и не трэп, и не брит, и не слеп, и не сплит, и не грит, и не рэп. Полурак, полурыб, и не свет, и не мрак. Так, сын, я с виду полный силы старичок, да ты чё? Я правда об уныне знаю всё, не зачёт, но тот, кто не тонул, не спасёт. Время затянуло и течёт, вдали несёт. Брат, два, возраст Рокки, в плечах я не широкий, пропускал бы тренировки, получал в одну калитку. Но я тип тот, что вставал разбитый, с молитвой. И вот едит к вам мой, где новый, где попытка. Для кого-то шоу-бизнес-пытка, кому-то шутер через музыку. Все мутят кучу бабла и славы. Я пока навыпускал альбома в честь лютом, и почему-то осознал, кроме шуток нужен главный. Это нига, чип, это нига, чип полон силы, опять готов двигать мир. Ну не точно пока, не прям наверняка, как пойдёт обещать это валять дурака. Это нига, чип, это нига, чип полон силы, опять готов двигать мир. Новый альбом, прямо альбом, а не подкаст. Поглядим, поживём, как пойдёт, как Бог даст. С самого старта я создал отменных трупов фан-фарта. Ты прав, друг, но кое-как круг. Разорвал новый недуг, перепал и не в бровь дал в лоб. Он как старый, снова стар, мы не говорим го. Зачем-то пишите в ЛС до веса без сомнений. Типа ваш Вова гений, голос поколений и новый Есенин. И я недоволен, Вова воин, Вова воин лени. Я за год наделал менники, чем вновь залея Ленин. Ваше мнение и мнение, я только чего достиг-то? Стоящий один трек или хотя бы стик, а? Что воздвиг? Может мой стиль не злой стыд, но? Чего льстить-то? Волевой? Ладно, скидка. Йо, бро, я не тот, кто с утра будет в микро. И ни рыба, и ни мясо, ни гигант, ни микроб. Но пока тромб на местах, каток, где на метро. Я обязан каждый слог запихать в свою нутру. Это нига, чип, это нига. Чип полон силы, опять готов двигать мир. Ну не точно пока, не прям наверняка. Как пойдет, обещать это валять дурака. Это нига, чип, это нига. Чип полон силы, опять готов двигать мир. Новый альбом, прямо альбом, а не подкаст. Поглядим, поживем, как пойдет, как бог даст. А-ха. А-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, хоть фильм про Рокки, да, не смотрела. Но отдаленно хотя бы, да, более-менее в курсе. Опять же, что в курсе. Просто, знаешь, персонаж такой есть. Так как в силу работы, да, мы в основном там слушали и делали танцы под русские треки северты, она тоже пророк писала, пророкки писала, там, типа, чуть-чуть какие, выше, типа, сильнее, быстрее, ну, что-то вот в эту степь, да. Ну, красавчик тут прям даже вообще. А момент, как завернул. Ну, у меня, мне кажется, это волевой, ладно, скидка. Это, ну, не знаю, это у меня мысль такая почему-то. Пишу, он, может, конечно, ошибаюсь, типа, зачем пишете ВЛС в довесной без сомнений? То есть, наверняка куча, куча просто людей пишут ему ВЛС с разными, да, кто-то просто, там, выразить какие-то, там, ну, на восхищение, да, а кто-то, может быть, там, дабы, сейчас я к нему, там, пару словечек лесных скажу, а он и спрошу, так, невзначай, может быть, там, мне скидочку организовать на концерт или билетик лишний, там, или еще как-то, или, там, что-то. И мне кажется, вот этот такой, как бы, малюсненький, да, то есть, подковую, вырка, подкол, мне кажется, к этому относится. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, просто, ну, может, здесь совсем про другое. Вот, ну, здесь, как бы, типа, идет акцент на то, что, да, типа, чего льстится, типа, ваша Вова, Генни, госпоколей, Новый Есенин. Ой, блин, да. Если у меня до этого чуть-чуть голова болела, сейчас она у меня начинает просто звенеть. Мне кажется, к концу альбома у меня просто треснет что-то. Я просто ловит, ну, вообще, вот так. В смысле, первое? А что, его не слушают, что ли, никто? Как, как это можно не слушать? Никто не смотрел? Я не знаю. Как люди живут с этим? И после этого. Я говорю, я, вот, я, я всегда, ну, я бы на себя ощущаю, да, то есть, в зависимости, в зависимости, какую книгу ты читаешь, ты тебя впитываешь, да, по крупицам, и от этого я на себе вижу какие-то там проявления, скажем так, ростки, да, всходы, точнее, такие, зернышки закинула, и такие ростки потом получаю. Но ростки в любом, в любом случае есть. Единственное, какой-то прям резкий такой, ну, я вам всегда, я вам рассказывала, да, что если, там, бывает, я подвисаю на каких-нибудь фильмах, сериалах, то такой потом абсолютно такими, я подвисаю. Я сегодня подвисаю не потому, что у меня в голове сегодня, но отчасти. Просто не воспользоваться, ладно, ничего, бездержки, сейчас взбодримся, взбодримся. Проявляется это в словах, в речи в первую очередь, то есть ты, из тебя начинают какие-то диалоги или слова появляться, которые ты думаешь, ну, то есть ты в простом обычном, я не знаю, обиходе, точно их не употребляешь. Вот. Но что я заметила более как-то резко и активно, это у меня после нитша произошло. Ну, такие, когда, знаете, более замысловатые и более сложные по написанию, наверное, по смыслу. книги читаешь, тогда, наверное, у тебя там что-то начинает сильнее, быстрее шевелиться. Вот, допустим, когда чуть проще, но, как говорят, на одном дыхании читаешь книги, оно все равно дает, в любом случае, любая, мне кажется, книга и вообще все, что ты в себя пытаешься благое, скажем так, внести, да, посадить, в любом случае дает хорошие результаты. Вот. Но, тем не менее, вот я просто, вот, я говорю, подочитываю вторую книгу Владимира Нискипоконова. Я, если, если еще нету книг, я очень жду. В смысле не читала еще? Ну, ты что, ну, побежаешь, что ли, вообще не знаю. Я с ней везде езжу, если я переезжаю, если я еду к родителям, и знаю, что я там день пробуду, я еду с книгой. Вот. Но это, вот, я кайфую от таких книг, которые вот прям читаются на одном дыхании. То есть есть книги, которые там ломают тебе немножко черепную коробку, да, ну, в хорошем смысле приковыривают. Есть книги, которые ты вот просто невероятный кайф получаешь, и при этом, при этом еще как вот более такой прекрасный тоже, прекрасный постэффект в виде расширения, скажем так, словарного, запасные, от твоего кругозора чуть-чуть. Вот, поэтому. Но, я не знаю. Кто-то там... Я бы, конечно, вообще могла просто утонуть и утопить, наверное, в супер восхищаемых, наверное, как-то словах в адрес, в адрес негатива, но не буду. То есть у меня, у меня уже, наверное, такой, такой восхищение, такой момент и уровень восхищения, что я просто дзен ловлю, наверное. Что-то еще говорить. Что можно еще говорить? Куда еще? Куда еще глубже? Что? Прочитала. Ой, мать вообще просто. Привет, привет. Мать, вы несет. Нет, меня даже не несет еще. У меня два варианта. Или я могу просто тупить, начать жестко. То есть у меня вот будут слова вот уже вот тут они вот взвенеть, будут, не знаю, языком я терепить, и я буду не знать, как выразить свою мысль или еще что-то. И не смогу снять это слово с языка. Или меня может, да, вот закрутить круговорот каких-нибудь душницких разговоров. Ладно, только первый трек. Так, едем дальше, второй трек. Нить. Небольшой, небольшой момент забыла сказать. Вы сравнивали бит в первом треке с активом, не знаю. Но то, что образ, ну как бы, да, такой примеряемый, наверное, да, вот, Нига, это Нига, это Нига. Очень классно, очень-очень звучит. То есть сроки. Но все-таки звучит, да, напоминает ту степь. Сроки Больбор. Устремишься лейство серии. Но все-таки это негатив. Замень, что я не напомню. Он, ну, полноценно воодушевляюще даже звучит. С момента нашего с тобой знакомства Затем еще раз снова, но семью годами позже Когда в моем сердце зажглось твое солнце Я словно пребывал в дреме и очнулся, ожил И не устану каждый новый день в тебя влюбляться От звука голоса, прикосновения и взгляда Я заставляю свое время замедляться Чтоб наглядеться, надышаться тобой, пока ты рядом И хмурым, даже петербургским утром Проснувшись хоть бы на минуту раньше Смотрю и не могу поверить чуду Ты тем красивее становишься, чем старше Ты гравитация моя, мой смысл и сила Что ты нашла во мне по-прежнему загадка Нашла причину и за что-то полюбила И растворилась во мне позже, сама же без остатка Если мое, а не наступит завтра И оборвется дыхание нить То даже там я, и это правда Не перестану тебя любить Судьбы куда бы ни швырнула карта Не довелось бы мне где бродить Знай, даже там я, и это правда Не перестану тебя любить Я порой дурачок, а порой дурак Где-то есть за мною косячок, где-то прям косяк Ладно бы один был грешок, там вообще мрак Я сказал бы в жизни бардачок, бардак Ты прости меня, пожалуйста, за все не знаю как Извинениям потерял счет в рифмах кавардак Я из тех, кто верит, есть сверчок, ключ и очаг В сказке нынче верит, не зачет, если что факт У меня то время приключений, то тюлень я лень То на взводе, но растерян, или целиком в себе Я то бледный тенью по пятам, а то на бекрень Маски, из бешеной идеи, таймень, дрифт Далее по списку эгоизм и выгорание Болтаю дефицит внимания, не перекрывая клюв И не найти реально слов не в оправдание Кроме тех, сказанных ранее, что я тебя люблю Если мое не наступит завтра И оборвется дыхание нить То даже там я, и это правда Не перестану тебя любить Судьбы куда бы ни швырнула карта Знай, даже там я, и это правда Не перестану тебя любить Тебя любить Ай, ну это вообще прям Я сидела, и у меня как мокруха чуть не полилась Сблазенок Ооо, вообще Вот это признание, да Так еще какое То есть кризис среднего, видите Не просто штаб еще Это с высоты всего Определенный То есть мы же вообще по жизни, да Скажем так, наверное, можно выразиться Покоряем, ну идем от вершины к вершине Какой-то, да, там вниз, вверх Разные перепады Перепады происходят всего Но чем дальше Тем больше-то всего За плечами остается И здесь та же история То есть Со всем бэкграундом Он же здесь и говорит Да, стоять Косяков, косячков, косяк, бардак И всего И всего, чего бы то ни было Да Уже с высоты Прожитых лет С высоты опыта Осознанности определенной Со всеми тараканами И тараканищами Вот такой нить Прямо как красная нить, да Есть же какая-то Еще со времен этих Наверное Статусов ВКонтакте Что-то там Или история про красную нить Которая Один конец Одного человека Связывает И другая Мы еще Вторую Вторую половинку Нет Есть такое Он скинул видео с радиом Где рассказывается О песне одной То, что жена Его спустя Года Поняла, что Куплет был там Посвящен ей Ну здесь Здесь точно не куплет Здесь полноценная Полностью Вся песня Правильно? Я думаю Абсолютно Как иначе Там уже Ух ты А как еще Кот Это прям Как будто Знаете А, кот Кот Это прям Это настолько Мне кажется Ну не знаю Насколько это прям Реально Но мне кажется Да Потому что Это уже Автобиографические Какие-то Автобиографические Вырезки Скажем так И Вот я когда Услышала Мне даже немножко Как будто Знаете Это такое личное И ты И тебе Или ты сам Подглянул За этим Да То есть Или тебе позволили Так взглянуть На это Даже Что Что Стеснение Какой-то Момент Идет Это очень Глубокий Лирический Тхип Ну что Такое Что Телефоны Что Не творишь Так Вы сказали Слово Чушпана И Дело Молодых Дело Молодых По названию Что Нет Мы слушаем Все Конечно Так А Все Полный Полный Здесь не будет песни О трудном детстве Просто у семьи Была буквально Страсть К переездам И естественно Новый район Кропийская у местных Синяки и ссадины На моем лице Как следствие Да и позже В школе В целом На том же Приколе Разно Что кроме К того Кличка Добавилась Афоня Рысь Родители Трудились Там же Я Рествительно Был Вундеркиндом Вообразите Список Мстителей Мои Гонители Кричали Вслед Афоня Лох И я Не в печали Слез Драку Получал Как мог Как итог Я одинок Зато Есть идеи Мечты Я мог бы Шарить Тему Про мусоров И понятых Так в чем укор Что отец Учителя Не вор Вместо Свор Из китайцев Танцы Бальные Хор Вранца Томик Из Гарапо И хоть Не прокурор Вел дела Людские Нежаргонный Разговор Вот это да Не узнать Такая волна В девяностых Я той воды Жесткой Отхлебал С полна Ну че здоров Бандосы Бродяги И шпана Вот оно Мое такое Вам Слово Чушь Пана Отыскать Ну мне И заколотить Туда Дверь Человеку Человек Где Лютый Враг Зверь Заражала Города Болезнь Поглощает Дверь Ростов Краснодар Казань Воркутат Дверь И все эти Не верь Не бойся Не проси Черная речка Растекались По немощной Руси Мне бы найти И заколотить Туда Дверь Где Человек Человек Лютый Враг Зверь А следом Краснодар Ну а Краснодар Ростов Отдаю Кровный Базар Непременный Гоп-стоп Знать бы кто Этот поганый Выпустил Ростов И отчего Он поколение Привел Такой восторг И в чем Вообще Доблесть Начхав На стыд Совесть Избив ногами Снять Серкил И драное Пальто Среди вас Кто есть Расскажет Кто повесть Как было весело Красиво В этом шапиток Каков итог Пацаны Шныри Мутки Лайбы Щипачи Скокори Чурки Лярбы Спрос Плохо По понятиям Сидевшие Смотрящие Корешки Неприятель Черт Или стремящийся Занимательным Таким был Этот пакостный Закон Я старательно Косил В системе Как хамелеон Слишком Наголо Полный набор Манер Дома Книжки Ему зло Вутен Шопен Дагомер В общем Снова Здорово Вот вам новый Вова Там столько Боли Обид Что стало Сновой Вам решать Можно ли Принять Меня такого Ведь я смотрю На вас Сейчас Вы не готовы Отыскать Вы мне И заколотить туда дверь Человеку Человек Где Лютый враг Зверь Заражала Города Болезнь Поглощает Дверь Ростов Краснодар Казань Воркута Дверь И все эти Не верь Не бойся Не проси Черная речка Растекались По немощной Руси Мне бы найти И заколотить Туда Дверь Где Человек Лютый враг Зверь Отыскать Вы мне И заколотить Туда Дверь Человек Человек Где Лютый враг Зверь заражала города, болезнь поглощает дверь Ростов, Краснодар, Казань, Воркутат, Дверь И все эти, не верь, не бойся, не проси Черная речка растекались по немощной Руси В небо найти и заколотить туда дверь Где человек, у человека лютый враг, зверь Вот уже второй трек подряд, ну если первый, понятно, там очень такая личная, очень романтизированная история То здесь, ну в общем, у меня второй трек подряд просто у меня глаза на мокром месте Это от чего? Потому что, ну как-то ты, вот я, наверное, просто так вот пропускаю через себя То есть и какие-то даже картинки мельтешат Я хоть не смотрела это слово, чушь, панатом этого, да, пацана и всего Начинала только Но мне даже не картинки из этого сериала, да, что я успела посмотреть А как будто вот правда ты, вот ты слышишь эти слова, читаешь этот текст И на основе этого у меня рисуются картинки, как он преподносит этого маленького Вогу, да, там И вот этот детский, когда непринятие свои правила Какие-то, да, там на улицах, во дворах и все такое То есть отчасти, мне кажется, все равно это знакомо каждому, да, то есть просто у кого, у каждого в зависимости, ну, что греха сдают, да, то есть вот не просто так, что правда человеку, порой человеку лютый и враг, и зверь Мне кажется, каждый сталкивался, как-то новомодно сейчас говорить, с буллингом, да, но тем не менее, с какой-то травлей, с каким-то унижением, с каким-то непринятием и всем, и всем, 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 всем Вот, и поэтому, может быть, поэтому, скажем так, да, это как-то вот на мне тоже, ну, прям, не знаю, очень явно отражается Не сказать, что где-то там как-то сильно какие-то моменты были, да, но, ну, ладно, не скажу, что прям супер прекрасно радостное детство было Со стороны, я имею в виду, сверстников, да, вот Ну, в общем, блин, не знаю И так дальше пойдет к концу, я в соплях все будут сидеть Так, дело молодых, следующее С первого стиха в тринадцать Не знал, как взахновляться, рифмы искрятся На острие пера и пальцев ты мог пререкаться с мамой Переполняться драмой Влюбляться в дам и текста будут писаться сами Универт, рапл, вима, угли Покойся с миром, новые кумиры От Тупака до Денира И мы шили под закат, штаны пошире Пока в эфире с принцем фира И в наших карманах дыры, жизнь проныра Пива на разлив руках, полив на гаражах сигу Орали, что есть сил What's up, yo, what's up, nigga? I have a dream писать, рэпак Не писать книги, стать лигой Или приставь, перечитать биги И прежде не было табу Мы небрежно резали идеи у негров и зву В непросветном дыму Верил, все теперь заживут Стоит построить хит П-п-п-п-достойный бит BDX, ската, ислайн И пином с пингвином КТФ, проект 7 Флиппер, Морейдос, Дино Один тон, крест, стил, джаз, Рик и Борман И нас всегда перло Делать тексты черными Писал их даже против воли Мог позволить, испекая приз спокойно За капканом капкан Рассковоры по душам На балконе болодят райан Как жаль, что все это осталось только там Я трачу день там, где тратил миг Просто стихи и дело молодых Стихи и дело молодых Знаешь, стихи и дело молодых Рифма на бекрень Шепот, музы, стих Просто стихи и дело молодых Стихи и дело молодых Видно, стихи и дело молодых Теперь не то И бьешься кулаками о битон Притом, когда трагедия Нужна, выходит в фельдетон Беден лексикон и бледен тон Когда нужен особо И словно переходишь Рубиком без сильной злобы Каждый трек, как последний Вернуться бы мне в средний Где не нужна ни медний Зала снова бредний И леди их на сердце растопить Не сжечь мир Казалось бы, все было Еще на медни терпеть И что к тому же Теперь всегда нужно Ковырять себя все глубже Неумело, неуклюже Расстрапать, разодрать Достать такие жемчужины С больной надеждой Сделать вас неравнодушными Я трачу день там, где тратил миг Просто стихи и дело молодых Стихи и дело молодых Знаешь, стихи и дело молодых Рифма на бекрень Шепот, музы, стих Просто стихи и дело молодых Стихи и дело молодых Видно, стихи и дело молодых но для меня это как как я понимаю что это некое предисловие перед следующим треком следующим питом их дина это их тандем был правильность когда триада было вот и с каждым так вспомнила не просто здесь как бы даже легче он для такой припер дела молодых и стихи и все и вот спустя года обращалась было время до сегодня господи с мамой что-то слово за слово и вспомнили про моё детство потому что типа вот сейчас все так игрушка к телефону а вот мы еще там и на улице бегали в классике играли резиночки там она ну да у вас еще детство такое было вот и как бы все равно ностальгические моменты в любом случае а тем более так такой таких красных таких масштабов точно никогда не пройдет следы поэтому нам все равно свойственно да мы же мы идем этапами и вот из определенную типа после определенного этапа жизненного кризисного не кризисного мы подводим нам свойственно подводить итоги или приходим сами к тому чтобы как-то резюмировать это и я думаю что здесь как некий такой не то что резюмирующий момент поможет быть и да скорее скорее рефлексирую рефлексирующий момент без идет о том что было как это было и тело было с молодым дам а сейчас мы уже типа тоже есть еще город пороховницы еще ого-го будет но тем не менее уже с высоты нах прожитых лет так на шипах следующий не прощаемся просто пока зависнет между нами как воздухе пар еще один шаг нам не помешает роза сохранит боль на шипах а твоя забудется все засыпает прошло уже не закипает снег пор засыпал вероятно случай для кого-то рядовой будто в ясном небе астероид пробивает слои атмосферы в наш диалог сквозь потолок нам бы переступить все эти реки ноги не намочив мы по колено в воде нам бы пока на берегу усвоить это и заучить но маршруты не те не прощаемся просто пока зависнет между нами как воздухе пар еще один шаг нам не помешает роза сохранит боль на шипах а твоя забудется все засыпает прошло уже не закипает снег пор засыпал не прощаемся просто пока или мы не прощаемся просто пока все смешалось заморозки в миг закипать через пик в попыхах сделать стих на битах нам бы перелететь в ветер туда где сверх светил сердец неспокойный покой там лишь беспечный вечер ты там не ответишь куда не шел бы я за тобой все иначе и пусть пока все это ничего не значит я скрещиваю пальцы на твою удачу и ты не прячешь больше взгляда от меня от внезапного огня теперь и я уже не прячусь есть задача что не требует решений примечаний все звездочки из млечного пути раскачается брик отношений паруса глотает жадно все порывы и летим не прощаемся просто пока зависнет между нами как воздухе пар еще один шаг нам не помешает а не помешает роза сохранит боль на шипах а твоя забудется все засыпает все прошло уже не закипает снег пор засыпал вот идет у меня два слова не знаю конечно насколько прям стопроцентно себя дано какая-то светлая грусть не хотелось бы чтобы грустить у нас но не без неё почему потому что как по мне это такой тракт без лишних слов без излишних без излишек вообще каких-либо когда просто встречаются два человека два друга спустя годами и и просто не знаю как найдет картинка спустя годах встречаешься и просто понимаешь что господи все это такое вот был детский лепет эти года и жмете друг другу руки и понимаете что как было раньше уже точно не будет и это хорошо и это прекрасно потому что эти моменты где здесь говорят что я не сейчас не прячешь больше взгляда от меня и я уже не прячусь как от огня внезапного то есть позабыв какие-то такие если были там обиды не обиды недопонимания просто пришли к скажем так в общий умный сон и от этого грустно и того что столько может быть лет потеряно да а светло от того что ну как говорят да самый самый темный час перед рассветом вы как раз этот рассвет настало этого прекрасно не знаю может быть я не в ту степь мысля да но мне как-то как-то так откликается это и и все это настолько лечь из личного как будто вот знаете вот собрано не то что собрано да вот бы была какая-то папка тех лет воспоминаний сокопилось копилось он просто взял и пыль так долл и открыл и вот начал как бы проходить проходить по потому что было и это и это все лично это все из своего из прожитого и я не знаю у меня ком вот вот игру сейчас появится 100 трек а у меня ком в горле уже просто у меня отсюда пустя до спускается вообще 10 дарка вообще меня растрепят не простой год если меня уже я же говорю тут просто не знаю что проглатывать куда умею же все твербит так таракан следующий еще и классика йо-йо-йо ага существует так и слово автономная зона между сном и тем что мы условно называем дремой течет там по своим законам не имеет формы и в бездонной прорве это все несется кувырком ум переполненный кипит котел зловомным кипятком скажи мне кто мы кто ты где теперь скажи твой дом взгляд ты бездомный бездарный голос твой просто фон разбит фонарный столб предон нами тьма и закон у тебя православие мозга посмотри вокруг дурашка видишь бога нет а кто тогда создал все эти звезды а кто в миг зажег их приказав им да будет свет в голове то парад планет то развратный бред а порой буквально нет ни проплеска сознания и я пытаюсь приближать рассвет разобрать как следует все эти нервные ночные истязания включили свет и разбежались тараканы и нет в этом трагедии и нет драмы свет и разбежались тараканы минимум жалости к ним славы не грамма включили свет и разбежались тараканы и нет в этом трагедии и нет драмы свет и разбежались тараканы минимум жалости к ним славы не грамма 24 числа весьма тревожность возросла там сположился и культурный пласт плюс средние классы разбежались кто куда свои спасали чесла на самолетах в поездах бегом в блахе на ослах одни из ремесла идти других же сжигал стык Но в большинстве своем, таких считай, что единицы Айфон бы не пропустить, да в маке сожрать фри В целом-то прикинь кайфы, как это жить за границей А потом, через полгода, да и кто бы сомневался Состоялся легендарный самокатный штурм Ларс А всяк спасался, как умел, нес с собой посильный груз Я сам трус, лишь не стыжусь, признаться, что боюсь Грусть объяла и тоска, вот генрабов-то упадок Нет цветов, вольник куска, да оттяпать больше бабок Хорошо еще пока, не достал хозяин тапок Свет включили и замертишили вереницы лапок Включили свет и разбежались тараканы И нет в этом трагедии, нет драмы Свет и разбежались тараканы Минимум жалости к ним, славы, не грамма Включили свет и разбежались тараканы И нет в этом трагедии, нет драмы Свет и разбежались тараканы Минимум жалости к ним, славы, не грамма бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-бики-б но для меня сначала как будто для меня как будто немножечко разделился этот трек на одну часть я бы сначала подумала в общем смотрите как мне показал вторая часть понятно про что да про какие события и как бы что что рисуется картошку призма интересно вот но первая первая часть 1 куплет скажем так до припева у меня здесь немножечко разношерстные мысли пошли то есть опять же права не права то есть здесь вот даже вот это звучит во первых вот это звучание тебя православие масло посмотри вокруг дурашки много нет здесь не только отсыл как мне кажется к ну скажем тогда вот верующие или неверующие да а мне кажется это как некий даже момент вот типа на одном плече сидит белый да и на втором рогатый каждый то что каждый тянет на свою сторону кто-то чашу перевесил ну скажем какие-то даже не как это не ценности скорее вопрос морали на опять же причем мораль ну да вопрос мораль добро из-за правильным старец ну вот мне показал момент именно вопрос пора понимается это тоже чуть позже это чуть вот здесь тоже пошла в начале я подумала что будет про некий слова вообще крутится на симбиус конкурс я боли но мне не нужен лиц а что могло мне на сто процентов явление привлечь и как дела привет андрей погружаемся все глубже и глубже реки в альбом негатива где-то дед в чате ты как у тебя тело все ли ты там приобрел все что нужно готов не готов и в общем касательно и в общем касательно я думала про то что буду максимально тупыми пусть простыми словами выражаться потому что не знаю как попытаться более точно что донести как мне что кажется типа вот бывают именно как вы рядовой тараканы в наших головах я подумал что вот именно вот про тумбур максимальный в человеческих головах у каждого типа свой вот я подумала про вот это да плоть там от максимально здравого до до крайнего сумасшествия какого-то я подумала вот именно наверное с точки зрения клиники что ли я не знаю как что а как подожди ты это как ты завтра с нами будешь или что или как еще лучше сопротивлено один день надо будет а лучше продлили на один день ну все смотри потому что я отжимаем сказал завтра мы слушаем концерт игр есть друг у нас один андрей видишь я противно вами рассказал так что вот и я сначала общем подумала взащать дать тряга немножечко поправа это что я вам по своей мысли расскажу как бы сказала а сейчас пришла после второго куплета пришла мне еще одна мысли что это как бы предисловие ну такое в общем и целом да аккуратно про тараканов тараканов в головах но не только конкретно относящихся головах людей относящихся и связанных с ситуацией до от 24 но и ночью те про про всех глобальном смысле кого это коснулся коснулся до всех и кого кто и причастен прямом вкусный ну вас он и щекотет меня простите учиться сидит и щекотет вот и ну вторая часть конечно знаменует и показывает нам скорее тех кого совсем прямо совсем прямым образом коснулась до акцентируя внимание на то что кому кому прошать картошки фри в майке главное да потом ну и потом нужно подводя итог до что иронизирует так тонко относясь к тем которые и вначале вот этих событий и через полгода когда до начали небольшую гребенку устраивать вот и как люди некоторые начали себя вести беги робки беги но не то чтобы стал знаменит я это просто одну историю рассказывала и я просто как бы сказала бы я не помню типа андрея то или еще другой чувак ну я и сказал так саша сказала вот этот трек прям совсем совсем очень какой-то сложный да будет ну ладно поехали не простой год немножко я чуть подрелась но не знаю насколько меня хватит потому что я я уже готова к тому что меня расстребит вообще концу всего альбома началось все с января событий в казахстане восстание по городам сюжеты под его я все внимательно смотрю прям переживаю мне важно у меня живут друзья в алмате следом февраль замешательство и паника ну да я знаю какую рифму вы тут ждете бегство крыс титана а не титаника и очень долго можем спорить на этот счет мы в инстаграме сыплют проклятие упреки в соцсетях стоп постов простыт изредка двойных стандартах боль отчаяния снова боль боль и страх у обывателей в колодах спутались карты я пересиливаю как-то часть этого этапа пусть в нестабильных но спасительных концертах мне правда каждую ночь снится папа а папы уже с нами полтора года как нету приходит лето там пробы и проекты и я при этом через силу поднимаю голову хоть я не приобрел явно иммунитет к бедам но так хотя бы с виду напоминал здорового екб я в гримёрке продажи на ура рядом лёха тягин краснодеревщик 9 грамма мне за полчаса до выхода звонит сестра и говорит вова крепись умерла мама на ватных ногах в тумане плетусь на сцену и между песнями молюсь чтоб не сорваться зато надрывные все треки выходили отменно а в медленно так удалось реально разрыдаться в этом месяце и понял что такое плохо как же 24 на 7 в горле с комком но слава богу но валилось много работы выдох вдох я дошел на встречу с декабрём строю планы я хочу еще больше кино чтобы драма глубоко чтоб сложные сцены все утверждения распались как фигура домино у меня за полугодие осталась одна смена великий пост и встал вопрос в полный рост внезапно а в чем вообще смысл моей жизни на коленях перед иконами не жалел слез и не увидел ориентиров и не дальних и не ближних новая зима за окном на душе вьюга я знаю что не выносит ссоры с дома но прежде еще не было так сложно так туго и вот в каком состоянии подошел к альбому это был непростой год ну да я знаю это был непростой год успел заметить от чего-то испытания все нарастает и каждый новый уже не знаешь с чем встретит не дай боже с ума мне сойти не тюрьма чтобы и не с ума придем не разбирая пути ерундой набивая карман продавая свое за дарма мы чужое гребем в три цены каждый год не война так чума не дай боже с ума мне сойти не дай боже с ума мне сойти не тюрьма чтобы и не с ума придем не разбирая пути ерундой набивая карман продавая свое за дарма мы чужое гребем в три цены каждый год не война так чума не дай боже с ума мне сойти я конечно ждала концу альбома такое это получается просто ну и двадцать двадцать третьем году мне не то чтоб любитель размышлять на темы касательно того, что будет, как будет вообще состояние, просто предположение того момента, что этот момент наступит, когда кто-то из родителей уйдет. Понятно, что это неизбежно, но пару раз было, что не то, что накрывало, я что-то приходила в эти мысли, типа ну а что, чтобы вот если вдруг, там, понятно, не дай бог, такое случится, а как вообще? Каково это? И это такие такие странные, новые и непередаваемые, я даже не пойму, непередаваемая я что ли, эмоция какая-то, или даже не эмоция, или ощущение, как будто какой-то даже прокалывающий или пронизывающий вот-вот миг, после чего тебе тебе, ну прям, не то, что не хочется, тебе вообще сразу все отбрасывается, прям, там, еще больше гонишь эти мысли, ты так как бы об этом никогда стараешься не думать, хотя, у меня папа любитель, там, юморить на разные, на разные темы, причем такого плана тоже, вот, потому что мама вечно кричит, дурак ты, вот, полтора года как отца не стало, и через полтора года. Саш, или кто знает, это в 23-м году было, по кубку, ну, я думаю, что раз, ну, как в альбом сейчас написано, то в 23-м, да? Извечный страх, да, Извечный страх скорее, причем, как это, окаменяющий вообще тебя, вот, просто, без движения, или как, или как говорят, ну, в общем, и причем страх того, что у меня, я бывает редко, но бывает размышляю о том, что, что будет после, не только, там, все, там, задаются вопросы, никто не знает никогда, что будет после, остается только верить, придумывать что-то себе, на что-то надеяться, вот, страх того, страх вот этой неизвестности, то есть, никто же не знает, жили мы раньше, не жили, опять же, не в этом же теле, да, душа, если жили, даже если жили, мы все равно ничего не помним, страх потерять то, что есть, все, что есть, всех, то есть, да, уйти раньше времени, опять же, как раньше времени, там, ну, какие-то молодые, ранние годы, там, еще как-то не успев что-то делать, и страх того, что, ну, как будто все, все, просто, как вот пыль растворишься, и как будто ничего и не было, и ничего, и даже помнить не будешь, и если, если оно так, и будет ли чему-то, что-то помнить, ой, твою мать, я как чуяла, что точно не надо сегодня краситься, давайте дальше попробуем, все нормально, все, все, Я расскажу тебе, братан, как было, я все мутил красиво, как в стильных детективах, здесь шашки, а не шашни на корпоративах, не, ну, а как, хороший же левак, укрепит брак, всегда все четко, не на палеве, без фоток на ледях, а если что-то, вот и алиби, без идиоток, что болтают о любви, причем я с ней и в Китае, был и в Тае, и летали в город на Нюве, комары носом не подточит, как говорится, и я сто процентов точно, не мог никак спалиться, просто нарочно, как побочка интуиция, а может правда, что порочность меняет лица, дальше блиц, маяка мне как будто охладела, избегала, не глядела в глаза, это был дело, а вчера стемнело, как, так пришла и заявила, тихо, смело, моль, мол, поняла, что разлюбила, и я расскажу тебе все, как было, а она мне сказала, что разлюбила, видимо, так и не простила, видимо, так и не простила, Расскажу тебе все, как было Она мне сказала, что разлюбила Видимо, так и не простила Видимо, так и не простила Я расскажу тебе, друган, как было И я считаю, поцедал несправедливо, ибо Происходило все пристойно, мило Она в отделе появилась в мае, ну и закрутилась Нет сомнений, это был невероятно сильный яд Смышки пламени в груди по коже и сгра и не Дома стабильно все, выживаю, как амфибия И справедливо ли, скажи, сложилась эта линия К тому, что и не я, и не она Не ведали подвоха, разговоры, взгляды, да Смущение, вздохи, кроме этого Ты же смекаешь, да, о чем я Ничего не было, но там контактов запрещен И я бы не был улечен, я бы переболел Я четко чувствовал предел, был против воли вовлечен Конец бывает всякой тайне, падает завес Вчера буквально к жене моей приходит смс И расскажу тебе все, как было А она мне сказала, что разлюбила Видимо, так и не просила Видимо, так и не просила Я знаю, что убьет твою любовь, как брут Это рут Я знаю, что скрутит тебя, словно спрут Это рут Я знаю, что делает несчастным люд Это рут Я знаю, что у страсти любимая из блюд Это рут Это рут Мне одиннадцать нотерзают мысли Насколько это автобиографично Потому что после трека Нить Понятно, там как бы личные признания И всё такое Но здесь прям Прям Такое действие И разные действия разворачиваются Что... Просто очень много вопросов и мало ответов Надеюсь, что это просто как художественный вымысел Да? Правильно? Правильно? Просто Искусство ради придумано Ну, я хочу вот верить Понятно, что от этого Ну, типа, не то, что от этого никто не застрахован, да? Ну, как бы такое себе говорить Нет Но... В общем, наверное Нет Я допускаю, что возможно такое Меня не слышно? Не знаю Слушай, у нас вообще сегодня пробитие было Кстати, Андрей Я тебе сейчас вот вопрос задам Может, ты в курсе Сейчас спасательно В общем, я отказываю Я не хочу верить То, что у него такое реально возможно Хотя они такое не исключают Вот, к сожалению Я... Смотри Я не знаю, как сейчас, конечно, ситуация будет Я сегодня Мы перед тем, как начать слушать нам треки Я включаю, как обычно, наушники Надеваю Все Музыка Все выключены Все браузеры Все ничего не включено Как в прошлый раз Что-то не звучало 15 тысяч повторов Вот Все выключено Я нажимаю, чтобы включить Шумоподавление И я очень-очень далеке Слышал новостную ленту Вот Я перезагружаю браузеры Я выключаю все И понимаю, что когда я только включаю Вот эту кнопку У меня слышатся вот эти новости Как я выключаю шумоподавление Они по блютузу могут сопряжаться Сопряжаться Да? То пропадает Что это может быть? Вот я не знаю Я сейчас попробую Интересно разницу Вот Сейчас ничего Вот сейчас ничего Я имею в виду Тишина А то я включала И я такая думаю Ну все Либо я глюб поймала Либо Что это такое может быть? То есть нигде не включено Ничего Блютуз тоже не включено У меня в телефоне тоже не включено Ничего не включено Но вот такая ерунда Первые такое Починилась? Ну привет Не просто там новости Я не знаю Какая-нибудь там Играй кормой Или еще что-то А именно Связанные со своего Ханкерская атака Сказать или что? Я далеко Понятно Сань Слушай У меня вопрос Как старого приемника С хрипотцой Типа Да Ну да Это во-первых Очень далеко было И Ну с шумами Конечно Потому что тебе Нужно было Прислушиваться Шум откуда-то Я что хотела спросить Бывают там Ну не знаю Там вот Партаментов наверное бывает А бывают Может быть Какие-то пресс-конференции Ну даже Нет наверное Вряд ли Да Но вдруг Может быть Или интервью Давал Или какие-то там Подкасты Или еще что-то Касательно альбома Там какие-то Может быть Расъясняющий момент Он давал Или нет Нет такого Нет Потому что Ну очень Конечно Такой Волнительный Волнующий Трек Потому что Ну Блин Это Наверное Это неудивительно Потому что Вон сколько Даже не слухов Или Слухов Не слухов Или уже подтверждено Сколько там Сергей Жгуков Руки вверх Еще тот Гульщик Прогульщик был Но тем не менее Как бы Агутин Там Мама не горюй Вообще Но То что Смогли Сохранить Брак И семьи Это конечно Другое Площадка Понятно Понятно Ну ладно Может быть Может быть Когда-нибудь Узнаю Да Что-то Поймаю Просто Я удивилась Думаю Никогда Такого Не было Потому что Я просто Подумала Про то Что Ну как Что Реально Кто-то Не знаю Прослушка Плакает Потому что Бывает Я вот Там С мамой Разговариваю И Что-то Происходит Вот Такие Звуки Сразу Все Бесполезно Что-либо Как-то Ожидать Дальше Или Продолжать Изгар Ну я Сюда Сбрасываю Потому что Здесь Глюкаешь Какие-то Клокающие Звуки Начинается Непонятно Еще Не Ну я Понятно Понятно Касательно Семьи И жены Тут Спора Нет Я говорю Не единственное Что Ну как Просто Блин Если оно Даже так Какое Все-таки Я не знаю Какое Состояние Смелость Чтобы Должна Быть Чтобы Взять Как бы Вот Такую Завесу Тайно Приоткрыть Ты К том То И Дело Понимаешь Мы Начинали Только Я Только Вышла Я Только Еще Молчала Чуть Чуть Я Только Рассказала Про Зуб Мой Без Брекета Сегодня Пару Фраз Чуть И Все И Все Они Просто Не Думали Что Как Все Это Что Превратиться А сейчас Конечно Они Спустя Вот Сколько Вы прослушались Шесть Треков Всего Много Много Братья Что Что Эмоций Эмоций Каких Слов Было Сделано И Произнесено Мною Они Поняли Что Нет Это Точно Не Наша Сегодня Сегодняшняя Мы Точно Вошли Не В ту Дверь Это Давайте Сыграем Брекет Следующий Ваш Ход Ой Слушай Я Тебе Не Скажу Вась Потому Что Я Просто Не Знаю Но Я Знаю Что Очень Близенько Может Быть Километров 70 Наверное У нас Самая Ближайшая Это Сумы Сумы Вот Можно Просто По Карте Посмотреть Серебряную Ложку За Что Нет Конечно Можно Я Люблю Подар Так Поехали Следующий Трек Павел Касат И Приближаемся К мною Долгожданному Питу Я Неизвестный Актер Вот он Я Неизвестный Актер Вы Нам Подходите Мы Вам Позвоним Да Ладно Позвоните Вы Никогда Не Позвоните Я Не знаю Что Я Видела Или Мы Вместе С Вами Смотрели Да Мы Вместе С Вами Смотрели По Моему Когда Типа Ой Ну Вы Уж Меня Извините Я Тут Наговорил Да Все У меня Нормально Все У меня В порядке Павлу Касаткину Шел Пятый Десяток Стало Понятно Все Уже Не Заблистать Ему Хоть 25 Лет В Теме И Пережил Приятеля И Нормальный Достаток Моральный Остался Осадок Математика Не Была Так Увлекательна Восемь Альбомов Из Сольных Ноль Стадионов А Довольно Записать Бый Хит Большой Или Сезонный И По Всем Законам Стать Для Миллионов Звездой Блистательной Прощайте Детские Мечты Ведь Я Отчаянно Остыл Мне Не Хватает Высоты Горят Мосты Десятки Лет Тортальных Неудач Но Я Настырный Даже Через Стыд Стенания И Плач Я Иду Дальше Плювать На боль Рассраченных Стараний Не Могу Сказать Что Музыка Теперь Меня Не Манит Это Забавно Не Самый Успешный Скажем Прямо Ну К Среди Всех Тебе Известных Самый Упремый Скажешь Лох Да Кто Б Сомневался Но Здесь Тот Человек Кто Хотя Б Попытался Сделал Все Что Он Мог Перебрал Испытался Казаткин Человек Который Попытался Я Больше Семи Лет В кино Вот Время Идет В сериале Лучик В мае Сделал Первый Эпизод Думал Терпение И тут Все Перетрут Это Факт Только Воз Тот И ныне Тут Как бы Нирикона Школа У Шевченко В Аси В отменном Классе В Аси Мастер Плю знакомства В теме Ассистент И кастинг Теперь Попрет Томаш Ты Только Не ленись Старайся Оказалось Сейчас Прям Так И разбежались Здрасте Ревкие Пробы В обратной Связи Непременный Ветер Привет Кто Вы Учились Где-то Это В смысле Рэпер Сыграть Вам Что Бы Хорошо Отдельная Наука Нужен Достойный Вуз Мхат Гитис Щепка Щука Но Я Хочу Так Нащупать Талантливо Прожить Разбор Героя Поход Взрослый Минимум Сто Вопросов Физиономия Моя Все еще Без спроса Ищут Колоссов И чего Проект Тяготи Надя Звонит Вова В общем Там Отвердили Другого Есть же У тебя В друзьях Режиссеры Толковые Конечно Есть Но Мы Увидимся Раз в год Они Зовут К себе В проект Сыграть Отличный Эпизод Скажешь Лох Да Кто Б Сомневался Но Здесь Тот Человек Кто Хотя Б Попытался Сделал Все Что Он Мог Перебрал Испытался Касаткин Человек Который Попытал Вот Жи Дрифт И тут Уж Мало Одно Сложных Рифм Надо Ж Под кожу Так Залезть Люто Голову Вскружив Первое Трение СПБ На культуре Заноса Полищук Илья Сказал Что Ко Много Вопросов Но Это Так Да Пацанам Что Вован Дрова Что Сам Я Испытал Тогда Кошмар Не Передать В словах Но Я Вернулся Хоть И задыхался От Досады Отчего Это Ублюдство Не Едет Куда Надо Следом ВДБ Кросс На Ярд Все Серьезно Тут Уже Тебе Женек Лосев И Макс Гроссман Мигаль Сказал Едь Круто И Придержим Брачо Я Обещаю Что Пилотом Точно Стану Если Я Не Самый Сильный Значит Самый Упрямый Скажешь Лох Да Кто Сомневался Но Здесь Тот Человек Кто Хотя Б Попытался Сделал Все Что Он Мог Перебрал Испытал Все Косаткин Человек Который Попытался Скажешь Лох Да Кто Б Сомневался Но Здесь Тот Человек Кто Хотя Б Попытался Сделал Все Что Он Мог Перебрал Испытал Все Косаткин Человек Который Попытался Человек Который Попытался Косаткин Человек Который Попытался Косаткин Человек Который Попытался Косаткин Павел Косаткин Я что-то Просто Может Упустила Оператор документальном кино он с песней он даже эти рассказы малейшим так ну нет но двигатель павел касаткин есть оператор документального кино может быть какая-то история почему он себя сравнивает опять же напрямую со сравнивает с павлом касаткиным как вот именно оператором и или нет или может быть он играл какую-то роль значимую незначимую павла касаткина или может быть почему себя сравнивает потому что опять же акцент делает на упрямстве может быть биографии каким-то образом схожи саш не знаешь какая взаимосвязь конечно все с детства мы что-то я вообще при любом предыстории рассказывал и не раз взаимосвязи нашей меня березки а ты все ты саш не ты что я жду не уснул еще причем причем это не прям это все в том зловещем первом классе когда я ногами брыкалась и вот березка пошла оттуда наверное была да поэтому было прекрасное детство отчасти я и тогда мало разговаривала я думала уже ну мало еще разговаривала сейчас я и и много думаю и много разговариваю Пытаюсь найти, хорошо. Я видела ваши разговорчики касательно славы КПСС. Ну, во-первых, до женщины, до 30-го числа. Или какого-то 31-го там. Вот, поэтому... Ну, не знаю. Хотя меня жердочками на стене отмечали, мой рост. Так, вот он, вот он. Совместная работа с дочерью невообразима. С появлением твоим переменилось все вокруг. И даже ярче засветил мне неизменный солнце круг. Я различил теперь, где друг, а где враг. Где лук, где оврат. Я бы стух и обмяк. Без тебя, куда бы хулиганские вели мечты. Я стал мудрее и сильнее, когда рядом ты. Отражение мое, лучшая часть меня. Подтверждение того, что существует счастье. Если бы не ты, если бы не ты, Где бы я был без тебя? Кем бы я был без тебя? Невообразимо, невообразимо. Если бы не ты, если бы не ты, Где бы я был без тебя? Кем бы я был без тебя Невообразимо, невообразимо Куда бы завела меня моя тропа Не будь ты рядом, когда выдавала судьба пар Ты мой маяк, да, мой ориентир Ты в направлении жизни знак И целый мир этаж Годы долгие спустя Все разговоры наши, это не пустяк Куда бы ни вели меня по том пути Но нам друг от друга не уйти Если бы не ты Где бы была без тебя Кем бы была без тебя Невообразимо, невообразимо Если бы не ты Если бы не ты Где бы была без тебя Кем бы была без тебя Невообразимо, невообразимо Если бы не ты Если бы не ты Где бы я был без тебя Кем бы я был без тебя Невообразимо, невообразимо Если бы не ты Если бы не ты Где бы была без тебя Кем бы была без тебя Невообразимо, невообразимо Если бы не ты если бы не ты если бы не ты нет если бы не ты блин это самые вообще душераздирающие реки ну вот просто я не знаю куда еще куда еще вот какую сердцевину нужно проникнуть но если первая нить там прям ну такая поле лично да и хотя и тут история двух двух человек да мы здесь если в нити за ну иные немножечко да взрослые такие отношения осознан то тут блин мне вообще-то близко да дочерей и отцов тема история это прям ой вообще это и и причем это я не знаю как дальше но я думаю что это единственный трек на альбоме который звучит именно вот так максимально распета никакого даже потом что-то на подобие близко к рэпу именно вот как будто даже отчасти чуть-чуть как полыбельная потому что потому что дочь а я что такая настроилась я не знаю почему думала что а потом сижу главное еще до начала озвучания дочки его это к этому смысла какой детский голос как минимум ей ну наверно уже лет пятнадцать наверно и муж там нет не 30 до кризис по среднего когда хотя так кубань живу в самом красивом городе планеты это действительно так что вы не говорите и даже несмотря на влажность дикую и ветер он удивительно роскошен и велик питер он наполняет взор убранством и великолепием хоть с октября по май все жители на дизморале я горд и счастлив был отметить семилетия я петербуржец или так считаю до тех пор пока я не окажусь хотя бы случайно в родном крае и замерзает сердце и перестает биться я задыхаюсь от восторга молча созерцаю как на полях без крайних небу тянется пшеница в посадках надрываясь голоса цикады а я с подрядами зелеными акации душистой а мне как будто кроме ничего не надо лишь умоляю время в этот миг остановиться не важно буду как и прежде ли я жить в столице или моим приютом станет глухомань это чувство всегда в моем сердце искрится в моем сердце только ты одна кубань что случится в жизни чем буду биться ведь очевидно жизнь ожесточенная брань это чувство всегда в моем сердце искрится в моем сердце ты одна кубань станица хвольных ароматная спеет жерделой на радость пчелам осыпается в пыль у дороги сольются в сумерках сверчки в пении веселом а на закате подсолнух кланяется богу степные реки тянут жилы свои горизонту и как сказали бы в успенке пахнут вагном пусть этот запах неприятен нежному бомонду а для меня он запах родины давным-давно в земле кубанской упокоены папа и мама питая все же я надежды осторожные что когда в старости останусь бездыханным прилягу рядом тихо чтоб не потревожить их и на могиле этой прорастут тюльпаны земле безмерно плодородной богатая дань преодолепы сгибы все и все капканы мы точно станем одним целым я и кубань не важно буду как и прежде ли я жить столице или моим приютом станет глухом ай это чувство всегда в моем сердце искрится в моем сердце только ты одна кубань что случится в жизни чем буду биться ведь очевидно жизнь ожесточенная брать это чувство всегда в моем сердце искрится моим сердце ты одна кубань все затрону и и семье и про семью и про вторую скажем так семью до творческую и про малую родину по погоде и ходит видишь и акцентирует внимание что там ветер пути дождь а тут кубань поищу делает делают не знаю до сих пор вообще точнее точно не то что до сих пор кто-то ли еще делает вообще подобного рода там треки не знаю воспевая он дай какую-то и уважение вообще и мало 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 родине вот прям так заявляя они не знаю более личного более какого-то душа прямо душа раздирающего альбома я еще не слышал ни у кого следующий двое здесь могла бы быть года а страсти но на дико месте выжженное поле ты свободна пока двери настишь только помни виноваты двое виноваты двое здесь могла бы быть года а страсти но на ее месте выжженное поле ты свободна пока двери настишь только помни виноваты двое от тебя теперь мне ничего не надо я с тобою рядом и в одной упорной не засяду а все что нарядно прямо в рамках любовной драмы воли радость позади остались забор и ограды захвати собой этот тупой салат из авокадо карамель и соли златы мне лишь горечь утраты хотя вроде как я и остыл отстал простил устал наплевал на стыд и раз так и раз ты на север тогда я на юг тебе шеллер если то мне юнг шеллер то мне круг тебе тренер труд время мне лишь досу кстати твой певец что грэмми взял беременный петух мир разделился на до и после я повзрослел изменился скрутил постер что-то склеить починить очевидно поздно делим звезды воздух сложно и просто здесь могла бы быть года окстрасти но наелия месте и выжженные боли и свободна пока двери настичь только помни виноваты твое так ты чего ждал а после того как вела себя считая что $5 Со мной так жестоко, ну да, ну да Я ведь напомню слишком много А ты куда? От разговоров мало пром Конечно, сильно эффективнее Тупо молчать неделями Не замечать меня и заметать постель метелями Твердить мне, что я вышел напрочь из доверия Скандал в любви тишь от того, что ты в себе так не уверена Не уделял тебе внимания, я просто занят был Ты не поверишь, но у взрослых иногда бывает так Все это только нагнетает, холод превращает в камень Сердце любого и телепортом из дуэтов соло И знаешь, любовь это тебе не лего В нем под запретом эго Когда тебе вся нега, где ты и альфа, и омега Не замолчать, ха, ну вот и пообщались Класс, супер, мега! Здесь могла бы быть года о страсти Но на ее месте выжженное поле Ты свободна, пока двери настишь Только помни, виноваты двое Здесь могла бы быть года о страсти Но на ее месте выжженное поле Ты свободна, пока двери настишь Только помни, виноваты двое Здесь могла бы быть года о страсти Но на ее месте выжженное поле Ты свободна, пока двери настишь Только помни, виноваты двое Ты свободна, виноваты двое Ты свободна, виноваты двое Только помни, виноваты двое А это ж на этот трек мы клип как-то смотрели, да? Он еще с актрисой известной снимался Или я чуть путаю? О, ну да А, да-да-да, вот задом, например, тогда, ага-да Там и кафе что-то было, и на мосту Они расходились, ходили, да, все Принял это двое, да Вот таки, да, вот ты слышишь второй раз трек какой-то Ну, который прям, раз первых нотам, понимаешь Уже плотненько Более восприимчивее звучит для тебя Не то, что когда первый раз ты трек слушаешь Олег, это трагедии забомжевавших лузеров С четко обозначенными причинами Ну, одна мысля пошла, у меня правильно, в правильную степь, я думаю, или нет Не буду пока обозначать Посмотрим по тексту Тот ли акцент Трагедии забомжевавших лузеров С четко обозначенными причинами Так, поехали Олег родился при советах в захолустье Папа Павел, мама Лизавета Стало быть русский Помнил садик, помнил сани Сверкало, как в зале люса Летом адрес Запах школьных тетрадей Да пирогов И он был счастлив Хоть и в обшарпанном подъезде В детям классе Внезапно ушла мама по болезни Заунывно и истошно Местный голосил оркестр Было больно так, что тошно Понял, кончилось детство Папа любил Олега Но правда пил и бил У папы звон бутылок каждый день И новые бабы Сын закончил школу кое-как Из последних сил и поступил, как все В техникум на прораба Возле армии женитьба На соседке Таней Нормально жить могли бы Без боли, там и страдания Все с детьми не получалось Татьяна загуляла И любви цветы сломались Судьбе казалось все мало Олег запил Раз в неделю новый собутыльник И не кстати В драке дал хороший подзатыльник В смысле насмерть Будет время все взвесить Судья не матерь Недолго думал, да дал десять Сколько есть в миру еще таких Олегов Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Не гони его хлебом, помоги или ночлегом Теплым чаем, беседой с душевной негой А сколько есть в миру еще таких Олегов Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Наши сердца точно камень Или мы привыкли избегать места, где бедолаги Игорь и мыкин Олег на воле, вроде как с болячками и справкой Но свободен, к свояснице устроился в доставку Жил в общаге, бати нету, шхату промотали На морале продержался с месяца и опять на фляге И когда на первом мае труп нашли в старом парке Следоки не дураки, чего изобретать ковчег Кто в общаге, той живет, кто синяки, донатки Кто за мокрое мотал срок, конечно же Олег После второй ходки уж было не до водки Вещь побитый и потасканный, хоть накрывай щитом Вокзалы, подработки, подвалы на высотке Он стал замызганным, но кротким городским бомжом Лет через семь, может больше, сейчас и не упомнишь Насовсем перевезли и доживать свое в Воронеж Всегда приветливый, добрый, светился, был скромен Прожил месяц с чем-то, причастился, помер Сколько есть в миру еще таких Олегов? Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Не гони его хлебом, помоги или ночлегом Теплым чаем, беседой, стушевную негой А сколько есть в миру еще таких Олегов? Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Наши сердца точно камень Или мы привыкли избегать места, где бедолаги и горемыки Сколько есть в миру еще таких Олегов? Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Не гони его хлебом, помоги или ночлегом Теплым чаем, беседой, стушевную негой Сколько есть в миру еще таких Олегов? Кто-то ходит под небом, покоится под снегом Наши сердца точно камень Или мы привыкли избегать места, где бедолаги и горемыки Это жесть, слушайте. Ну, двойно пробить, по-моему, так ни разу не было. Вообще жесть. Ну, что ж такое? Ну, как вот, пытаешься, пытаешься держаться, и ни хрена не получается. Я не знаю, у меня нет слов. У меня только вот одни вот цели. Я подумала немножечко про друг, ну, как бы отчасти, отчасти я была близка, про что, да? Вот вы написали там с четко обозначенными причинами. Я немножечко, это, наверное, чуть в иронии. Да нет, не в иронии, я немножко другого текста сначала восприняла, что... Ну, вот знаете, бывает, живой пример элементарный. Не то, чтобы запоможевать, ну, как бы, вот у нас соседи. Чтобы не кричал. У нас соседи. Не каждый может быть, каждый может им ругаться. Но суть в чем? Там живет мать, и один или два сына у нее, я не знаю, с кем именно она ругается. Но помимо того, что мата-перемата, причем с одной, с обеих сторон, да, в отпись друг друга, вот, я так понимаю, что ты становишься невольным свидетелем этого все, потому что у нас очень близко находятся, ну, пропустенка, через стенку, и у нас, получается, есть этот пан, и ты все очень хорошо слышал, у них там коридор, что ли, я не знаю, или комната рядом, вот, это зачастую еще вечером происходит. И я понимаю, что вот мать вечно ругается на него, что вот он пьет, не хочет работать, и вот где-то что-то вечно шатается, и вообще толка, вообще никакого нет, и только он приходит, спиногрызгут, грубо говоря, да, живет на матери, с матерью и все такое. Вот, я подумала, что, ну, вокруг вот приближенно вот такой вариант, да, что вот как бы ищет там какие-то причины, чтобы там не работать, да, чтобы пойти побухать, где-то там еще поблудить и все такое. Я немножко подумала, что в эту степень, как-то, вот, поэтому, ну, и как бы здесь, ладно, как бы история немножко, ну, не совсем про это, да, но есть люди, которые там не стараются что-то поменять, и поэтому там вам жут, их устраивают, а побираются там еще как-то. Сорвался, сам сорвался, да, на наркоту. Сегодня, в общем, самый сопливый, слезливый вечер, контент у нас. Так, я говорю сразу, я не обещаю, что я все сегодня, что вы прислали, посмотрю, послушаю, потому что у меня, конечно, состояние убивать и плакать, больше плакать. А, вот, алкоголем глушил, но лечиться не хотел, понимал, осознанно. Понятно. Ну, там, возможно, он, ну, раз, тем более, осознанно не хотел, значит, этого и хотел, ну, как бы, возможно, хотел так. Хотел из какого-то смысла жизни не знал. Ой, жестко, жестко сегодня, прям вообще. Еще два трека, да? У меня уже, не то, что у меня уже все камы вылезли, которые вот отсюда спускались и уже поднимались. Так, простыми словами. Прошу вас С тобой уговорили мы не раз, о том, мой друг, тут нет гривляния, но в песнях, правда, нет моих заслуг, то испытания, ну, или незадачливый досуг, но все старания без его участия не принесут ни жалкой строчки. Бывают месяц или два, я в одиночестве, угрюмом пытаюсь склеить слова бумага в клочья, потом из края за минуту, готова песня гениальная, легко, как будто в шутку. Я это знаю, даже знаю, а не верю, в актерки происходит так же все на самом деле, и ты неделю строишь героев в пределе, пух, перья не выходит, потом жух, и оживет через мгновение. Слава лжива, часто служила слава не тому, да и скажи мне, куда я эту славу утяну, что-то наживы, не взять с собой наверх земных сокровищ, ты это помнишь, и чего тогда пускать слюном? Не скусил меня, если и познал меня, лишь на милость уповаю в оправдание. Стисок мой исповедальный, увы, один и тот же, но ты сердце чисто, сызишь, где во мне, Боже. Бывает, попадется личный трек, один альбом, но здесь же, если ты позволишь, друг, все дело в другом. Весь новый дом безгранично личный целиком, что нетипично, да и тот, пожалуй, завершен. Я по привычке поделился с вами всем, что на душе, пока графит не источился в боевом карандаше. В этом куплете, безусловно, моя главная туша важен алтарь, а не янтарь на ярком витраже. Прошу вас, когда меня не станет, вы помолитесь обо мне простыми словами, значение иметь за гранью, все перестанет, останется лишь память и только память. Так что, когда меня не станет, вы помолитесь обо мне простыми словами, значение иметь за гранью, все перестанет, останется лишь память и только память. Я держусь. Я держусь. Нет, не держусь. Ну, собственно, он самый как бы подытожил. Это единственным бонусом сейчас трек, но подытожил он весь твой альбом. В этом треке фраза какая важен алтарь, а не янтарь. Блин. У меня вообще на соплю пробило ж москорь. Безграничные, личные, да. Безграничные, я больше не выбрал бухгер не накрашен, чтобы так не гласить и сидеть. Двадцать пять минут сколько было спета куплетов о ней. И лишь один для людей, чтобы только мне на девять дней сколько было бы. И на сорок дней. По-моему, ну, как бы я начало не беру, да? По-моему, это самый малословный. Ну и прослушенный альбом от меня. И только соплёй дёргаю. Я ещё себя поймала на мысли о том, что это немножечко даже... Ну, мне чуть-чуть... Ну, как бы понятно, что наши мысли им только довольны, да? Они как бы кружева такие, тебя сплетут и уведут в дебри, что ого-го. Понятно, что здесь он подводит определённый этап, этапы жизни. И не простые, точнее, не только простые, да, очень сложные. И, ну, блин, я не знаю. Взять, решиться, сделать вот такое, такое максимально личное. Но это очень смело, я не знаю, потому что... Хотя, хотя, когда, наверное, происходит перенасыщение, наверное. Не то, что перенасыщение, прям переполняет тебя какие-то определённые эмоции. И тебе просто, ну, это вот прям необходимо куда-то их перетрансформировать или вылететь, или передать. И он вот таким образом. Он знает такой способ для себя. Кто-то там в другое русло, да? Просто ты, как слушатель, слушая видео это, да, ты просто, не знаю, попоражён до самых костей. Говорите, соплёй дёргать? Только, как сегодня, я ни разу не дёргала соплёй. И я к чему вела, да? То есть, вот этим, ну, как бы, вот, некоторых страхов прискользила, как будто, может показаться, и мне... Ну, как бы, может показаться, но я, опять же, я, как бы, гоню эту мысль, что, ну, знаете, там, типа, я буду готовиться к чему-то. Понятно, что нет, естественно, что ещё полжизни впереди, а то и больше, да? Ну, вот, даже фраза просто немножко страшновато звучит, останется, но, вот, типа, когда, где это? Вот, прошу вас, когда меня не станет, я буду говорить обо мне простыми словами. Не, мне, да, если взять секунду буквально, да, тут прям, ох... А что у нас не, 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 нет озвучки сегодня? Ещё интересный факт. Ну, опять я, что-то, что-то сломала. Не знаю, опять почему-то не звучит, ни хрена. Проговариваться, почему не проговариваются? Ох, Андрюха, да, ты, конечно, умеешь разрядить обстановку на сегодня какой-то у нас максимально грустный контент. А потому что ты, видишь, тебе вот позвонили, сказали там на день раньше, вот мы поэтому тоже грустим, сидим и соплёй дёргаем. Ну, кстати, мне кажется, да, вот в этом альбоме, в том числе, это и прослеживается. Спасибо тебе большое. Да и, блин, просто жалко, что... Ну, это, получается, это когда ты уезжаешь? Завтра ты ещё с нами? Пятницу, получается? Обалдеть. То есть ты ещё, да, вот, вот завтра с нами на стриме, если опять же удастся, но я очень надеюсь, что удастся, я завтра пораньше всё равно планирую. Стрим выйти, посетишь и всё. А как далеко Андрюх ехать? Абсолютно согласна. Абсолютно согласна, да. Не надо, мне кажется, помнить об этом. Ну, мы же порой забываем, да, переключаясь на какие-то там проблемы, вот, забывая о том, что надо, что именно вот прямо здесь, сейчас, в эту секунду, в эту минуту жить и ценить, и задумываться. Всё, поняла. Поняла. Я без деталей именно в этом поняла. А единственный вопрос, дальше туда, или вот, ну, типа, или вот поближе, ко мне, скажем, или подальше? Ты живёшь в прошлом, ну, то, что ты это осознаёшь, тоже неплохо. А почему так у тебя? Хочешь подпукать? Поближе относительно. Ну, ладно. Я, может быть, примерно поняла. Ну, ладно, не суть. Но, и всё равно поближе. Мне уже, простите, пудырят, пудырится. Ну, мне кажется, всё равно, конечно, когда даже говорят, я полностью прошлое, отпустили всё, а она меня не волнует. Нет такого. Всё равно есть определённые события, определённые мощности и силы, которые так или иначе будут давать о тебе знать, вспоминать и всё. И как бы, и спустя года и время, наверное, тем не менее, как-то терзать тебя там будут. Но, опять же, смотря какой силой, да, ты реагируешь на это, будешь. Ну, слушай, у тебя вообще всё звучит пессимистично. Ты там случайно этот коренгейту не перечитал? Вот там, конечно, там мрачно было, хотя я на хаппент надеялась. Ну, так, давайте завершим уже этот альбом. Самый непростой альбом. Психологически, наверное, и вообще, и душевно, и морально. За облака бонус-трек. Научиться песне бы писать без слов Ведь, где нету слов, нет и смысла Музыка тогда была, как ремесло А где ремесло, там говорят и числа Как бы потекло тогда рекой бабло Как бы отжигал я, как уражил Жил, как рок-звезда, рэпер камно зло Выпускал фуфло и привать, что скажу Только как смотреть потом другим в глаза Песня же, как огненная птица В каждой песне непременно есть душа А душа, она за облака стремится Так чего теперь нюни пускать и бога чего гневить Коль выбрал занятия себе подстать Будь добр, пока не ныть Время не отмотать, время не изменить Значит так же будем отдать на кулак красную нить За талант не дают ни гроша Но он столь ликой возвратится Лишь бы в песне жила той душа Тогда вверх она устремится Вверх устремится Так иди высоко туда за облака За облака донеси до него Что я жив пока, жив пока Так иди высоко туда за облака За облака донеси до него Что я жив пока, жив пока Так иди высоко туда за облака За облака донеси до него Что я жив пока, жив пока Что я жив пока вот собственно и такое самое необычное завершение в лег на легкий роковый манер манер знали мы по эти новости в начале наушниках были предвестники такого альбома я не знаю по моему да чтоб конечно впервые мне нечего сказать но все это но это это слишком шин и длинно могла могла но ну то что вообще меня не то что раскрепало меня вообще расплющено жестко после этого львома это факт три раза поймать соплю ну по моему это это вот уже матч такого ни разу не было ловила я как-то пыталась там держаться что-то не держаться но чтоб так в раз все все в одном месте за раз вот сейчас если отдельно частями какой-то трек вернуться у меня уже начинают борода трястись все это еще тот романтик смотрю да я более но мне не нужен рецепт то что могло бы мне на сто процентов помочь не продать не вам отец нет не звучит ничего не говорится раз такая ну что-то будет делать ох андрюха спасибо не знаю правильно неправильно или я сейчас думаю поступлю так скажет но как-то я боли но мне не нужен рецепт то что могло бы мне на сто процентов помочь не продаст не один форма цепт только настроюсь на серьезную мыслью слушайте я смотрю на себя и вот я не накрашенная мне кажется вам что у меня нос картошкой ну такой маленькой небольшой но маленькой спасибо 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 андрите большое шерстяна вечеряло полосатый баскер нужно платить сейчас не мысли верну касательно того что правильно неправильно я сейчас поступлю или не поступлю резюмируя скажем так этот альбом но вначале скажу подожди мать глаз чесался очень сильно хочется его чесать можно было много сейчас опять слов сказать но вначале в руки руки по-моему да такой где-то у него сейчас прозвучало касательно того что типа не надо лесных слов не надо много полезности вообще все простыми словами можно было много лесных слов сказать восхищающихся как это все купительно гениально шедевральный все такое но но как-то вот вот я не чувствую что здесь это нужно проговаривать нужно восхвалять потому что это мне кажется излишне потому что это слова это просто слова то что меня не то что до мурашей мне кажется у меня мурашки по костям по моим побежали это факт однозначно это эмоции которые у меня сегодня были по этому альбому по этому альбому это еще сдержанно потому что если ну потому что все ты пишешь в эфире как-никак люди смотреть будут как-то у макрух развивал вот сдержан если бы я слушала это так же и просто сидя одна у меня бы реально случилась истерика потому что это настолько ну это очень сильно лично это сильно лично что и тем более ты в это тут не надо еще сильно вникать это все вот так вот по живому на поверхности и в тебя это молниеносно проходит и ты ну ты это вместе с автором все проживаешь ну я даже сейчас говорю у меня на тремоле скажем на тремоле так скажем поэтому не знаю насколько сегодня подходящий не подходящий день для прослушивания может быть какой-то другой иной день я бы как бы так меня не размотала вот но но значит нужно было так наверное возможно и и не зря мы вот немножечко подтягивали этот момент вот прослушиванием естественно после этого ты вообще начинаешь еще больше восхищаться им потому что я говорю это дюжио мне кажется ну не то что дюжио в принципе какую смелость нужно иметь чтобы вот так взять и открыто просто вот показать вот вот я вот на вся можно сказать на год надо слушать и берите на на ваш несут а вот я весь во что скажем со всеми ну просто в этом еще просто просматривается что вот как раз просматривается что не то какое-то недостижимое да ореоза звездности и недосекаемости артиста а то что это это простой обычный человек со своими проблемами со своими переживаниями со всеми со своими жизненными перипетиями проблемами глупостями ну все 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 максимально поэтому 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 это прям очень это очень сильно сильно лично такое как мне про рисунок и дергающий сопля п.с. подпишут дергаешься и дергаешься человеком рассказала жизни своей думал как держать слезы и убежать от его истории да ну не знаю насколько конечно там для тебя сильное впечатление произвело допустим вот вот эта история вот тоже сегодня история одного человека тоже такую историю послушали одного человека произвела но на меня сильно впечатление и м тряп м м у у у до